Ребят, всем привет! Ну что, вернулся я наконец-то к морской деятельности. Сегодня уже пятый день на новом судне. Давайте сразу начнем разбирать ситуацию расхождения. Вот, сейчас расходимся, значит, опять не по правилам, да? Многие скажут, правыми бортами. Но мы идем максимально близко к берегу. Сейчас где-то у нас расстояние до берега. Ну, здесь в этом участке милли 800. Ну, а дальше здесь будет вообще где-то 6 кабельтовых. То есть у нас указание капитана. Капитан из Норвегии, поэтому он ходит вот именно таким образом. Максимально сокращаем дистанцию. Он за это получает деньги. У него, кстати говоря, зарплата платится и здесь, и дома. Норвежская компания, норвежский капитан. У него все, зарплаты вообще отлично. Вот, всем бы так работать. Когда ты дома сидишь, ты то же самое получаешь. Это вообще просто супер. Ну ладно, занесло меня зарплатом. Это уже, как говорится, другая жизнь, да? Все-таки он в Норвегии, ну, собственно, сравнивать смысл не имеет. Завидовать тоже. Вот. Ну, короче, расходимся мы с этими судами. Значит, где-то один кабельтовых полтора. С парусником вот мы его... Сейчас я его попробую у нас показать. Ну, поближе подойдем сейчас. Так, ну и по ходу дела буду рассказывать, что вообще нового на этом судне. Но вот здесь, ну, много чего, особенно на палубе. Соответственно, здесь крышки, допустим, уже не гидравлика. Здесь идет гентрик-кран. Вот он здесь припаркован с кормы, его плохо видно. Вот. Им, соответственно, открываются эти все крышки. Вот. Тоже много нюансов по открытию. Они делятся четные на нечетные. Обычно, как бы, нечетные открывают, четные закрываются. Ну, там в носовой части, допустим, там уже немножко по-другому. Там сначала вторая открывается, а потом первая. Первое, вообще, чтобы открыть, надо использовать экскаватор, цеплять талевками, вытаскивать ее оттуда. Ну, и с кормовой частью тоже тут открытие идет. Десятое, одиннадцатое, тринадцатое. Ну, вот. Тоже вот такой нюанс. Ну, вот сегодня мы, допустим, грузили. Мы даже не трогали ни первую крышку, ни последнюю, тринадцатую. То есть, все крышки ставились на тринадцатую. И, как бы, проблем не было. Ну, и вот в этот карман, бэй, последний. Соответственно, здесь тоже стопка крышек лежала. То есть, тут единственное, надо привыкать именно к работе с этим гентриком. Особенно это зимнее время. Помню, последний раз работал в 2010 году, когда мы обледенели. У нас этот гентрик вообще не едет. То есть, все рельсы замерзли. Соответственно, открыть крышки мы не можем. Мы где-то полтора суток долбили этот лед. Это вообще была жесть. Мы должны были утром уезжать. А мы приехали, получается, в двадцать часов. Пришли в порт. И вот с двадцати часов до девяти утра долбили. Просто вот, чтобы открыть трюм. Это было вообще что-то. Потом у нас приехал агент забрал. Мы поехали делать, как бы, там, визу на выезд, получается. В Финляндии менялись. Что-то там надо было, короче, по документам. Вот. И вообще убитый в хлам. Поэтому воспоминания у меня агентрик ранее. Конечно. С этим типом открытия крышек не очень хорошего. Так, по оборудованию на мостике, в принципе, все то же самое. Все просто. Судно вообще голландской постройки. 2002 год. Все очень просто. Доступно, удобно. Автопайлот тоже, в принципе, несложно. Единственное, здесь надо, прежде чем на курс выйти, нажать курс. Потом уже выставлять. Вот три минуты, как бы, на курсе держишь. То, что ты можешь менять. Потом, через три минуты, тебе опять нужно нажимать курс. И, соответственно, уже также есть настройки чувствительности. Но я их не трогаю. Ну, в принципе, они уже сделаны, как бы, максимально удобно. И судно слушается, так скажем, руля очень хорошо. Быстро выходит на курс. Единственное, опять же, у него минус. Это уже сам автопилот уже устаревший тоже. Мы же поменяли здесь гирокомпас. Вот новый. А сам автопайлот не стали. Но у него есть такой нюанс. Если ты на 10 градусов положил на автомате, соответственно, судно потом начинает рыскать. 10 градусов вправо, 10 градусов влево. И, соответственно, чтобы обратно все вернуть в нормальное положение, тебе надо выйти на ручной режим. Переход здесь на ручной идет. Соответственно, вот, нажимаем фоллоуап. И уже рулим вот этим джойстиком. Либо еще есть вот такой вариант. Тоже на ручную сразу же переходишь на цифру 2. И погнал уже вот этим джойстиком. Короче, вот вариантов масса. Также здесь у нас болт растер есть. Ну, я на нем не работаю. Тот же, как на прошлом сутне, у нас эхолот. Вот крышка. Ладно, открывать не буду. Вот. Поставили GPS новую. Раз. Две даже для GPS нам заменили вот в порту. Так что, вообще, ништяк. Хоть что-то новое есть. Но и Морсад старый еще. У меня что-то нового добавилось. Заполняю все журналы. Тревоги там. И так же делаю. Ну, после шпан прокладка тоже добавилась. Все это я делаю. Соответственно, есть нюансы именно по прокладке. В плане того, что капитану надо максимально близко. И во фьердах там, допустим, у меня нет опыта. Именно вот. По проложению маршрутов. Поэтому пока есть вопросы. Вот. Я думаю, со временем это все уйдет. Также установлены 4 камеры на судне. То есть, одна с кормы. Вот для капитана больше для шпантовки. Также на трюм. И все это в реальном времени может компания просматривать. В любое время для них. И в машине две камеры. Соответственно, какие-то задержки. Буду узнать. Также, что тут еще. От радара дополнительный монитор идет. Вот он здесь к нему уже. И у капитана второй. То есть, он может даже сюда не подниматься. Он видит, как я расхожусь. Соответственно, никаких вопросов у него не возникает пока что. Но как-то так работать можно. Судно там, в принципе, неплохое. Сейчас хоть и 6 через 6. Но вот сейчас мы идем на Данию. У нас сутки полтора мы постоим 4 через 8. Ну, чуть-чуть высмемся. А вообще о сне как бы думать не нужно. Пришел если ты работать в море, соответственно, не надо себя жалеть. 6 часов за сутки поспать. Это, в принципе, норма для морской деятельности. Дома, допустим, работая в такси, ты устаешь там много, порой больше. И зарабатываешь там намного меньше. Соответственно, есть с чем сравнивать. И желание работать, когда приходишь сюда, уже немножко больше. Поэтому мотивируйте себя тем, что именно дома намного сложнее. Здесь легче. И тем самым вам будет легче. В общем, сегодня такое вводное видео, ребят. Вот, все с этим уже разошлись. Уже позади траверза. Грузовое судно. Танкерочек у нас прошел. Так что вот такое вот видео получалось. У меня немножко длинное. Вот, тем не менее, я думаю, будет вам полезна эта информация. Вот, на палубе у нас работают, опять же, филиппинцы. Моторцы все повар-филиппинец. Старший механик тоже филиппинец. Помощник у него здесь есть. Ойлер. Вот, тоже оттуда же. Вот, соответственно, на английском. То есть, больше мы общаемся со старпомом, соответственно. На русском. Капитан у нас норвег. Да, и как бы, получается вообще, фулмикс экипаж у нас. Получается, из 9 человек только 2 русскоязычных. Так что, давно я так не работал, конечно. Ну, в принципе, уже привычно. Когда вот первые были контракты, конечно, просыпался и так было не по себе. Потому что ты понимаешь, что тебе надо и выходить, и сейчас опять говорить на английском. То есть, сейчас уже в порядке вещей, и проблем каких-то психологических в этом плане нет. Полезно, конечно, для общения. Уже проще будет общаться. Хотя я английский, конечно, свой не улучшаю, не изучаю. Хотя надо бы, но обычное общение, оно тоже помогает. Не надо там слова заучивать, какие-то фразы. Все автоматически тебе, как говорится, в мозг приходит. Погода, на удивление, для осени пока еще нормальная в этом районе. Работать можно. Вот наше парусное судно. Ну, и уже, как бы, в принципе, их намного реже начинаешь встречать, потому что все-таки закрывается потихоньку сезон. Ну, нам проще в этом плане. Все, ребят, спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Что-то, может, забыл добавить. Все, всем пока.